Всем привет! Меня зовут Вова. Я с Украины, со Львова. Я закончил курсы QA Automation в Академии Програвирования в Силиконовой Долине. Как я туда попал? В жизни у меня случился несчастный случай, после которого я получил травму, и мне нужно было реабилитироваться. Я попал в группу активной реабилитации. Всем организаторам большой привет и спасибо. На которой мне рассказали, что есть академия, которая дает возможность получить профессию в IT и работать удаленно из дома. Я воспользовался этой возможностью. Я связался с организаторами, попал на пробные уроки, посетил их, понял, что это мое, что я смогу, мне это нравится, я хочу этим заниматься. И меня взяли. И начался курс. Начался путь обучения, который длится 5 месяцев. Занятия каждый день с понеделка по пятницу. Через разницу в часовых поясах у нас получается это в 5.30 утра. Мне приходилось вставать каждый день по буднях в 5 утра. 5 месяцев я посещал занятия онлайн. Пропустил только одну лекцию в конце недели, на последней неделе, только из-за того, что мне нужно было сделать relocate. Все остальные лекции я посещал, всегда был онлайн, всегда активно участвовал в процессе. Материала очень много, материал непростой, тем более для того, кто раньше не работал в IT. Очень много новых терминов помню. На первых уроках помню, я не понимал в зале, о чем идет речь, про что рассказывать преподаватели. Мне приходилось после лекций очень много гуглить, но постепенно, постепенно я начал вникать каждый день. Кроме 2 часа лекции я занимался минимум 5 часов в день еще самостоятельно. Если вы думаете, что курс это просто пришел, посмотрел, как сериал, и через 5 месяцев ты получишь работу, то так это не работает. Нужно учиться очень много самостоятельно. Искать информацию, выяснять. Есть одногруппники, которые всегда помогут в общении с преподавателями. И гугл, конечно же. Умение пользоваться гуглом очень важно. Информация вся есть в гугле, нужно просто уметь ее искать, нужно знать, что ты ищешь, как это искать и как это применить. Я сказал, что информации очень много, и она не прекращает поступать до конца всего курса. Сначала я думал, что вот месяц второй, потом будет легче, но постоянно много новой информации. И если где-то не прорабатывать лекции в середине курса, потом будет тяжело нагонять. Поэтому старайтесь после каждой лекции сразу самостоятельно осознать, не зазубрить, потому что это нужно понять, зазубрить всю информацию. Просто нереально невозможно. Есть курс JavaScript Practice, который мне, например, получилось пройти за 6 дней. При этом я, кроме лекций, занимался этим курсом по 8-10 часов. Обязательно прорабатывать всю информацию, полученную на лекции самостоятельно, и закреплять материал. Все непонятные моменты нужно выяснять. Обязательно общайтесь с однокурсниками. Это тоже процесс, в котором вы учитесь взаимодействовать и работаете в команде. В процессе курса группа делится по несколько человек. Даются задания, в процессе которых вырабатывается навык работы в командах. Обязательно активно участвуйте, и у вас будет опыт, который очень важен при собеседованиях. Вы будете чувствовать себя уверенно. На последнем месяце курса я подключился к работе над серверной частью нашего приложения, в котором мы каждый день встречались, проводили скрам-митинги. Это фактически работа, просто за нее не платят. Вы реально как ходите на работу, встречаетесь, проводите митинги, как на реальной работе. Вам дают задания, вы рассказываете, что вы сделаете. После полторы недели активного поиска работы, мне поступил звонок. Компания Киевская, которая занимается разработкой сайтов и разных приложений, предложили работу над проектом в качестве мануального тестировщика. А потом с перспективой работы QA Automation на других проектах. Я согласился. Условия меня устраивали. Случилось так, что они со мной связались в обед. За два часа я поговорил с HR, с продакт-менеджером и с тим-лидом. Их все устроило во мне. Меня все устроило то, что они рассказывали. И до конца дня они мне скинули инвайты в Jira. Поставили тайм-трекер и со следующего дня у меня начался испытательный срок. Испытательный срок длился неделю, чуть больше. После которого мы еще раз поговорили с продакт-менеджером и подвели черту, что мы будем продолжать работать. Кто-то скажет, что повезло. Возможно, повезло. Но я считаю, что везет тем, кто много, усердно и каждый день работает над подставленной целью. Так что тут нужно много работы и немного везения. Тогда все у вас получится. Благодаря тому, что я активно участвовал во всех заданиях, в процессе курса, на всех проектах всевозможных, что только можно было, я везде принимал активное участие. В процессе собеседований мне не приходилось ничего врать. Я рассказывал реально, как я работал, что я делал, как я писал тест-кейсы, как я делал тесты, какие виды тестирования, сколько у нас человек работало, какой у нас проект был, про что, для чего он создан. В собеседовании я чувствую себя уверенно, потому что люди, которые работают в этой сфере, они очень тонко чувствуют, когда человек начинает где-то неуверенно отвечать и говорить неправду. Новые группы. Настраивайтесь на серьезную работу, на то, что нужно много учить самостоятельно. Чем больше вы проработаете самостоятельно, тем будет вам легче потом в процессе поиска работы и на самой работе. Как говорится, чем больше пота на тренировках, тем меньше крови на войне. Моё мнение про то, кому не стоит идти на этот курс и не пытаться точно тем людям, которые не готовы определять внимание, изучать что-то новое и менять свою жизнь. Все те, кто думает идти или не идти на курс, обязательно идите. Если вы чувствуете, что это ваше, если вам близки IT-технологии, если вас интересует, если вы любите постоянно изучать что-то новое, развиваться, двигаться вперед, изменить свою жизнь к лучшему, тогда точно стоит идти. Курс построен очень хорошо, много информации. Если вы будете изучать все и делать все, что вам говорят преподаватели и наставники, вы обязательно найдете работу. Еще раз спасибо Академии Виктору за то, что предоставили мне такую возможность. Академия дальше готова брать людей, которые оказались в подобной ситуации. Обращайтесь. Если вы можете и хотите, вам помогут. всем однокурсникам группы QA5 привет! Мы все остаемся на связи, что тоже очень важно, что все студенты, которые закончили курсы, остаются на связи. и всегда можно обратиться за помощью, если даже в процессе работы или в процессе поиска работы что-то неясно. Мы, например, продолжаем встречаться, рассказывать, делиться опытом, что очень важно. Это все будущие айтишники. Верьте в себя, работайте над собой, изучайте, учитесь, развивайтесь. У вас все обязательно получится. Всем пока! Спасибо за внимание! Все будет доброе!